Спасибо. В общем, не зря пришли. Комплименты наслушались уже. Теперь что еще? Вот три вещи, не повторяйтесь, которые вам запомнились. Где-то из какой-то информации, из моей или из информации. Что нужно, во-первых, знать, ознакомиться с ней вообще, что и что. Потом есть шесть систем. Какие основные препараты входят в эти системы. Топтичность в общении с клиентом. Ну, отлично, хорошо. Спасибо большое, девочки. Увлекайтесь, увлекайтесь. То, что это все представлено наглядно. Чехо-техническая часть, составляющая книги потом. Вот это очень удобно и наглядно. Вы для себя это удобствующийся потом, смотрите, где-то фиксировали эти моменты. Слайды, если вам нужны, кому нужны, мы вам можем это все крутите на флешку, на почту, куда хотите. Да, да, может быть. Я не сильно верю, что вы будете учиться по ним. Ну, может, разочек, пару раз, правильно? Хорошо. Спасибо. Еще. Что вам, как доктору? Немного мы тут наваляли. Дальше уже там много информации по препаратам. Значит, какие препараты применяются в такой системе, в каких-то выливаниях, особенностей их действия. То есть информации там много. Да. Ну, то есть, как доктору вам это тоже помогло бы. Интересно было бы. Да. Я как-то вам не прощупать и методом. Да, дальше вот как бы уже подробные, уже там сложнее. Большой объем информации в плане того, что препарат что-то действует. Ну, это уже вам и карты в руки. Это мы тут от Сахи от Рояля и то выучили. А тут вам тут. Ну, во всяком случае, да. Это мнение доктора очень интересное. Еще. Ангелина, ну, рассказывай ты. В принципе, это... Три вещи, которые запомнились. Три вещи запомнились. Три вещи запомнились, что мужчины, когда приходят в руки... Да, насчет аллергии, насчет того... Ну, уже, насчет аллергии, потому что параграфики идут. Идут волнистые и принимающие, в основном лучше, точнее. Далее, насчет также бронхиальной астмы. Также я увидела у мужчин, как вот этот вот красотит происходит довольно интересно. Когда по заболеваниям ты проходишь, что намного интереснее. Ну, вот все, приличие. Ну, еще хочешь сказать? Да, пожалуйста. Мне запомнилось то, что белый стоп в картажуру просматриваешь. Это говорит об уме, об креативности и так далее, таланте. И белый стоп, ну, белый стоп, белый стоп, белый стоп в теле. Это уже наоборот. Лизка энергетика и сложность. Это меня очень удивило. Спасибо большое. Кстати, даже если не белый стоп, даже если какой угодно, комплименты никто не отменял. И говорим, что, боже, сколько тут интеллекта-то навалено. Ну, и вообще, вот, да, Лидия Митропавловна на этом много всегда останавливается, чтобы человека как бы вот спокойно, да, чтобы он, это очень важно. Иначе он вам такое покажет. Тут я недавно сама присела после таких эмоциональных переживаний некоторых. Я кладу руку, Лидия Митропавловна, ничего не понимаю, давай еще раз. Еще раз намазали, еще раз кладу. Думаю, что там ей не нравится. Просто все серое поле, все серое, вообще нету цвета. Я говорю, это значит, что я, меня нету вообще тут вообще в живых. Попила водички, прочитала ученаж, показала мне ежика там, как у них на даче, он чего-то там делает. Кладу руку, все пошло там, где положено, все пошли цвета. Чтобы вы понимали, что такое тоже может быть, это не катастрофа. Вот, там еще будут такие моменты, когда человек говорит, ну, он не говорит, они же еще приходят проверять. Ну, типа мы гадалки тут, как бы мы тут. Это такой инструмент на гадалке. Узнаешь или не узнаешь, да? И вот они приходят и просто сидят слушать, что ты скажешь. И у тебя все, вот по графикам там все у него прекрасно. А-а-а, у меня гипертония там какой-то, вон чего. И мы тоже сначала терялись, пока нам не сказали уже профессионалы, когда говорят, а что вы принимаете? Принимаем вот это, вот это, вот это. Это значит, очень грамотно подобрана программа врачебная, там лекарственная вот эта вот терапия, что показывает на графике ровное вот это вот течение энергии. А не значит, что там просто ее нету, этой болезни. Поэтому этого вот не бойтесь. Можно я скажу вот про то, что когда проводят исследования и воздействие эфирных масел, то есть когда наносим на голову, это целые исследования там были вот в другой стране, и вот именно воздействие эфирных масел, это совершенно меняется. И тут остапа. Тут же да, мы сразу прям сворачиваем. Да, потому что действительно продукция интересная. Что, на что я хотела бы еще обратить ваше внимание, на то, что есть варианты, есть возможность сейчас не просто заработать. Даже если вы вспомните, интимный сетевой не предлагать. Почему? Потому что носились все бабушки и все тетеньки, которые просто вот просто продавали, нафиг, вот втюхивали и впаривали. Вот здесь для того, чтобы элегантно работать и не чувствовать себя, не знаю, кем, что нужно сделать, чтобы не втюхивать и не впаривать? Знаете? Да. Числифиния. Ни знакомства. Друзья, друзья, друзей. Да. И тем не менее, когда ты работаешь с человеком, что нужно, чтобы у него не сложилось вот это впечатление, чтобы ему втюхиваешь? Не надо наверху. Я вот такой простой ответ, а там все. Что нужно делать, чтобы не втюхивать, не впаривать? Внимание, отвечаю. Не втюхивать и не впаривать. Просто рассказал то, что тебе нравится, значит, что здесь работает? Как бы это ни звучало, да, это любовь к людям, тупо любовь к людям, вот тупо. И это искренность. Если я не знаю, как работает шампунь от перхоти, ну нет, у меня, слава тебе, господи, ее не было никогда. Я не знаю. Но я знаю, как работают наши шампуни, и что их можно вот как бы пять дней не мытая голова и ничего. Да, они восстанавливают. Вот про это я рассказываю. Я говорю о масле там для волос, о чем-то еще. Шампунь от перхоти. А как шампунь от перхоти работает? Ребят, не знаю. Все остальное работает прекрасно. Надеюсь, что это. Ну, если лимон попробовал, он работает, апельсин, что-нибудь надо тоже как-то проверять. Но 300 наименований все не проверишь. Теперь, на что еще обратите внимание? На то, что не просто ваши слова или ваше мнение, которого у вас пока у многих просто нет, потому что начинаете. А вот картинка, когда вы разговариваете с человеком, который может, оно тебя будет показывать. Не мое мнение, а это вот ты сам увидишь. Что у тебя так, что не так, ты увидишь здесь. И вот здесь меня абсолютно сшибла одна интересная такая формулировка. Я в барле работали, и там девочка, которая сидела тебя пульсалом. Заходит клиентка, клиентка старая, она покупает давно, она чего-то купила и уходит. Оля ей говорит, Шилина, говорит, а вы не хотели бы посмотреть себя на геопульсаре? Причем просто вот глянь. Кстати, тоже вариант, чтобы человек денег не платил, ты просто глянь. Но здесь надо вовремя остановиться. Ты положи руку и вот посмотри. Убрал? Ну да, интересно. Ну-ка расскажи. Ну, тут надо сидеть серьезно и за деньги, естественно. Вот, хотя есть вариант очень хороший, например, ты приходишь первый раз, это за деньги, а второй, например, последующий, там через какое-то время, приходишь бесплатно или там 50% или там бесплатно. Ну, чтобы вот эти вот были отношения. Там два, один за деньги, два бесплатно раза, предположим. Ну, это вы сами уже будете придумывать. И когда она говорит, нет, 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 в это я не верю. Слушайте дальше, вообще логики нет у людей вообще. В это я не верю. У меня есть экстрасенс, а в это я верю. Ну, 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 ладно. Который видит меня и все мне говорит. На что Оля мгновенная реакция была, вот такая, я бы растерялась, она говорит. Но он-то вас видит. А вы бы хотели себя увидеть, как он вас видит? Она остановилась и говорит, а, ну да, тогда давайте. Вот настолько она мгновенно среагирует, он-то вас видит, а вы-то себя не видите. Хотели бы увидеть, да, хоть, ну вот давайте. И она, значит, уселась. Вот здесь не теряйтесь, когда, это не значит, что мы, вот здесь она не втюхивала. Она просто вот реагировала. А хотите? Она говорит, да, я хочу. Могла сказать, нет, 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 вот не верю, экстрасенсу верю. Ну, ладно. Потом, когда человек уже пришел, и когда вы его приглашаете, вы его на что приглашаете? Во-первых, то он, если вы верите в продукцию, а вера должна быть либо сто процентов, либо дальше никто не пойдет. И когда люди не идут, там есть всего две причины. Или плохо рассказала, или не хочет, жалко денег там, или чего-нибудь жалко, времени, денег. Но я, например, если куда-то не иду, я боюсь купить. То есть, чтобы мне не купить, мне лучше не заходить никуда. Вот, поклялась не купить, но просто зашла. Все, вышла с тем-нибудь. Варианты разные у людей бывают. Но первый, который вы берете в себя, я плохо рассказала. И плохо даже не информативно, а вот внутреннюю уверенность внутреннюю. Все, точка. Больше других вариантов нет. Запомните это. Если вы, ну, врач приходит, да, я помню, у меня когда сын маленький еще был, у нас была врач, чудесная умница, прекрасная. Знаете, как она назначение делала? Ну, я не знаю, попробовать вот это, или, ну, можно еще вот это. Вот это вот можно тоже попробовать. Как вы думаете, что я делала? Горчичники там или что-нибудь еще. Ничего я не делала. И есть доктор у нас, кстати, здесь она была, в Вивасане. Сейчас уже ее нет в живых. Чуйкорьев Мира, если, может быть, кто-то ее помнит. Чуйкорьев Мира Константиновна, она была главврач юго-западной поликлиники. Когда она только огромная, эта поликлиника открыла. Она диагностика шарбона. И она говорила так, она большая, такая солидная, такая серьезная женщина. Она говорила так. Это швейцарский продукт, дорогой, бесценный. Пока ты до последней капли, по всем правилам, не пропьешь артишок, не подходи. То есть она, причем она припечатывала, ну я, может быть, она говорит, не будешь пить, нечего брать вообще, не твой продукт. Иди его на спирину купи себе. И ты понимаешь, что все, надо бежать. Но эту уверенность дает вам, никто не даст, только вы сами. Поэтому я сказала вам, ребята, все вопросы, все ваши сомнения сейчас или когда вы будете сейчас вот дома. У меня лежал такой маленький блокнотик, и все мои вопросы я тут же писала. Вот просто в кармане Лена был или дома. Потому что одно маленькое зернышко сомнения, все вы работать не будете. Ну это нормально. Это нормально. Причем сомнения в продукте, может быть. Сомнения в компании, а вдруг надурят, а вдруг не заплатят, а вдруг они закроются. Понимаете? Да? Ну вы киваете куда-нибудь в какую-нибудь сторону? Нет, нет, что вы там? Или да-да-да, правда. Вот. А это нормальные сомнения. Сомнения в маркетинг-плане, в бизнес-плане. Все ли там честно отдадут, что я наделаю и насчитаю, а поэтому лидерский портал, чтобы вы видели прям открытая информация прозрачная, что я там наделала и сколько мне платят. Можете пересчитывать, умножать, тыкать. И, конечно, вера в себя. Если все, а над всем этим стоит цель. Если оно вам надо, теперь еще один момент. Не могу этого не сказать, это уже не тема нашего, вот этого, нашей встречи. Но для того, чтобы вы пришли завтра, и для того, чтобы, я понимаю, я реальный человек, что, может быть, никто не сработает из вас. А может, все, ну, хотя такого счастья не бывает. Хотя очень хочется. Но, тем не менее, вы должны очень четко понимать, оно мне зачем, зачем мне надо зарабатывать. Это первый вопрос. Первый, главный. На что? А второй? Может, где-нибудь еще я заработаю. Или замуж удачно выйду. Ну, не про себя, не дай. Или что-нибудь. Если нет, если есть еще какие-то места, даже виртуально, даже в мечтах, где я, может быть, заработаю тоже, здесь работать не будете. Ну, хоть где-то, что бы вы ни выбрали. Понятно. А если, причем логики там тоже никакой нет. Ну, вот я, в принципе, не хочу ничего делать. И вот здесь тоже вот, и я начинаю искать причины, почему я этого не хочу. То есть понять, зачем мне надо, потом понять, что здесь я могу, у меня не было вариантов, у меня здесь все пазлы сошлись. Это нравственно, это духовно, я себя своим родню, своим близким и за это деньги платил. Вот у меня все сошлось. Как у вас, не знаю. У меня как-то это очень элегантно. И еще момент. За эти годы, 22 года мы здесь, компания будет в этом году 20 лет, ни разу Томас Гетфрид никого не обманул. Его кидали много раз. Томас не слушал. Хотя он знает. А он ни разу, даже когда уже были кризисы, три прошло, даже когда обнулялись счета, помните, когда в 3 рублей прыгнул до 22 рублей курс, в каком году, в 98, да? Обнулилось просто все. Он все выплатил, все до копейки выплатил всем. И так было всегда. И вот только ради этого можно уже говорить о том, что это та компания, которая мне нужна. Что нам нужно еще хорошо знать? Значит, еще раз повторяю. Ваша цель, зачем мне нужны деньги? Да, и еще. Дамы, хорошо вышедшие замуж. Правильно. Правильные замужние дамы. У кого хорошо, можно зарабатывать и дает сколько хочешь. Это первое. Сегодня он здесь, завтра его нет. Причем, просто любовь до гроба и потом вдруг. Я уж не говорю ни о каких других вариантов. Я просто хочу сказать, дорогие, любимые дамы. Мужчина рядом, заткнись в уши. Как муж. Самая ненадежная субстанция. И вот даже если он замечательный, чудесный, прекрасный. Ну, сопли у него потекли. А мужики, вы знаете, как относятся к своим болезням. У них там в 9 раз, по-моему, повышен порог боли. Мы издеваемся над ними, да? Тут 38 ты носишься, как сайган. А у него просто все, я умираю, 37 и 2. Все, ну, понятно. Ну, как-то вот так. Это просто оправданно, это нормально. Но при этом ничего не хочу сказать. Смотрите, для того, чтобы это было все рядышком и вместе, чтобы все было хорошо в семье, мы нужно спрашивать почаще. А как ты думаешь? А вот это? А вот это вот тебе нравится? А вот мне сказали, и спрашивайте его. Притащите его сюда. Маму, дочку, мужа. Пусть он посмотрит, что вы сюда ходите, как бы тут опасности нет. Что он там себе напридумывает. Важные очень вещи. И если это, советуйтесь, спрашивайте. Для того, чтобы это был в семье союзник, а не враг. Потому что кто-то меня спросил, ну, вы сейчас скажете, пошлите своего мужа там, не знаю, куда, и делайте, что хотите. Не-не-не-не. Вот это я совсем не хочу сказать. Найдите в своей семье союзника. И он будет так. Потому что я вам могу сказать, если бы не было то время, когда мы начинали моего мужа и моего сына, я не знаю, сумела бы я что-то сделать или нет. Кроме того, что они таскали, подтаскивали, подвозили, привозили и так далее. Но еще столько советов, которые я услышала, узнала, совершенно другой мужской взгляд. Вот эти наши сопли эмоциональные. А теперь еще одна штука. Эмоции. Супер помогают, когда продаем. Супер. То есть вот это эмоциональное включение, искреннее, оно супер как помогает. Теперь внимание, когда оно мешает. Так, разговор про деньги. Все, улыбка с лица ушла. Четкий, конкретный. Это не эмоциональное решение. Понимаете? Вот эти все вещи вы, Нин Кузьмини, что, должны точно знать. Болтушки мои самые большие. Самые серьезные два лидера. Вот. Это вот вы все должны понимать очень четко. Пока я разговариваю, пока я рассказываю, я могу подключать как угодно эмоциональность. Сели разговаривать о его проблемах, все. Это уже серьезно. Да? Начали говорить о деньгах, это уже серьезно. Потом можете что-то там полыбаться. Ну вот, понимаете или плохо объяснила? То есть вы, да, вы там, пока вы до этого всего дойдете, это время. Конечно, я не нормальный человек, я понимаю, что не все вы возьмете себе в голову. Ну а вдруг кто-то. Поэтому аппарат, скажите теперь, кто бы его хотел купить? Это примерно, я не знаю, это вы будете сами договариваться с людьми, у кого вы будете покупать, но я так предполагаю, что 180 тысяч примерно. 180 тысяч, да. Сейчас это, слава богу, 2000 евро получается, а раньше это было 4,5 тысячи. Вот. Если нет, тогда аренду. Можете себе такую оттяжечку сделать. Но если вообще есть какие-то мысли, хотя бы мы бросили кличку. У кого? Потому что очень много клиентов покупали себе, думали, они прям так и будут сами на себя смотреть. Но вот пандемия нам в помощь. Сейчас каждый, если не каждую минуту, потому что люди все-таки отвлекаются, то каждый день человек хоть раз, но вспомнит, со мной все в порядке, ковида нет. Правильно? Страх, он такая вещь. А посему? Приходи. Посмотри. А второй, третий придешь бесплатно. А сейчас вот возьмешь, вот у меня сестра недавно пришла, Лидия Дмитрофановна. То есть она просто заклебывалась в бронхид от своего. А кашляла так, что давление поднимается. Ну и все. Ну вот тут вот наша строгость нам в помощь. Сказала, если ты не сделаешь вот это, вот это и вот это, она пошла, сегодня приходила уже, что она сказала? Уже, уже все. Недели-две прошло, да? Да, недели-две. Недели-две. Поэтому предлагайте, приглашайте. Как говорить? У меня будет к вам задание. Задание вот какое. Попробуйте сегодня, сегодня, позвонить кому-нибудь из своих друзей и рассказать вот про эту штуку. Вы их никуда не зовете, вы их никуда не агитируете, вы им ничего не продаете. Просто позвоните и расскажите, слушай, я сегодня была вот в одном месте, и там я видела, и вот про эту штуку расскажите. Как попало, расскажите, что вспомнили. И запишите себя, если можно. И послушайте, что я говорю, как я говорю. Пусть будет коряво, неважно. Но вы попробуйте хотя бы один раз. Главное, чтобы никуда их не звать. Слышите? Даже если прямо вот уже все изо рта, вот приходи, я тебе что-нибудь продам. Там, знаешь, сколько стоит вообще категорически. Только рассказать, ты знаешь, я была. А уже дальше ждать, что она спросит. Ну, если хочешь, ой, а где это, а как это, а можно я туда пойду? Ну, и вы так и аленько будете говорить. Ну, в принципе, конечно. Ну, конечно, в принципе, можно. Ну, я могу тебя провести. Самый идеальный вариант. Дождаться, чтобы тебя с той стороны... И тогда не будет. Витюхивание в панели. Целую Вася. Вопросы ваши? Спасибо, Васильевна. Ваши вопросы. Ну что, спасибо вопросам. Нет, все? Нет, все. Так, давайте. Идет милая. Вот это электронные почки.